Много интересного о черешне я узнал во Франции. Фермер Кристиан показывает мне свои деревья, некоторым по 70-80 лет, и говорит, что в его детстве черешня, кажется, была слаще. Он выращивает разные сорта с разными оттенками вкуса и сроками созревания, но самые старые, французские сорта восстановить пока не удается. Они ушли в прошлое из-за того, что у новых выше урожайность, и ягоды лучше переносят транспортировку. Клафути – это в первую очередь пирог, который готовят из муки, сахара, сливочного масла и молока. Ну и, конечно, в него добавляют черешню. Сейчас я разобью 5 яиц в эту миску. Затем мы добавляем немного соли, буквально щепотку. Теперь добавлю сахар. Нужно 130 граммов сахара. Добавляю и мешаю одновременно, пока не появится пенка. Вот так, потому что тесто получается более воздушным. Уже появляется муку. Идеально. С расплавленным сливочным маслом проще. Всего 30 секунд в микроволновой печи. Теперь добавляем муку. Молоко. Да, молоко. Теплая комнатная температура. Итак, я добавляю немного сливочного масла с тростниковым сахаром, чтобы карамелизировать черешню и сделать ее более сладкой. Потому что черешня не очень сладкая. Да, не очень. Но вот этот сорт хороший, достаточно сладкий. Это на самом деле зависит от сорта. Зависит от сорта черешни. Это черешня, сорта бурлят. Уже готова? Да, готова. Пять минут, не больше. И все вместе с соком выливаете в форму. Красиво. Да, красиво. Много черешни не нужно. Только дно закрыть. Если черешни много, получится не очень вкусно. А затем добавим тесто. Да, и теперь в духовку. Обычно к Калафути подают воду или лимонад. Конечно, для детей. А для взрослых десертное вино сладкое. Вот так. В честь черешни во французском городке Сере, в регионе Руссильон, почти на границе с Испанией, каждый год устраивают фестиваль. И первый урожай черешни отсюда отправляют самому президенту Франции. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОЕ КОНЕЦОНОМ ЯЗЫКЕ Субтитры подогнал «Симон»